Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Более миллиарда от Газпрома. Губернатор и глава энергетической компании обсудили вопросы сотрудничества. Судьбу исторического центра обсудили жители на встрече с мэром. Она стала третьей и не последней. Таких берут в капитана. Жительница Самары дошла до ООН после того, как речное пароходство посчитало, что женщина на судне к беде. Более миллиарда рублей намерен инвестировать Газпром в развитие газовой отрасли Самарской области. Это обсудили на встрече в Москве губернатор Николай Меркушкин и председатель правления энергетической компании Алексей Миллер. Особое внимание было уделено газификации регионов, которые за последние 4 года корпорация вложила более 10 миллиардов. В итоге топливом могут пользоваться 97% жителей области, что выше, чем в среднем по России. Кроме того, в рамках программы «Газпром детям» в Самаре возведен крытый каток с искусственным льдом и ледовый дворец «Кристалл». На территории региона построены спортивные площадки. Почти миллион квадратных метров столько планируют возвести в Самарской области жилья по госпрограмме. За прошлый год в регионе уже ввели в эксплуатацию почти 50 тысяч квадратных метров. Это самый большой показатель по стране. Эти цифры были озвучены на встрече губернатора Николая Меркушкина с министром строительства ЖКХ России Михаилом Менем. Глава региона отметил, что программа востребована. Заявки на участие в ней подали 4000 семей. Также губернатор встретился с гендиректором федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александром Плутником. Они обсудили вопросы строительства жилья эконом-класса и дальнейшие шаги по участию Самарской области в федеральных программах. А вот строительство спортивных объектов в рамках проекта «Единая Россия 500 бассейнов» стало темой на заседании Бюро высшего совета партии, которое прошло в Москве под председательством Бориса Грызлова. В мероприятии принял участие губернатор Николай Меркушкин. В самарских учебных заведениях по этой программе уже открыто несколько физкультурно-оздоровительных центров с бассейнами. Это «Дельфин» в госуниверситете, «Чайка» в экономическом университете, «Буревестник» в социально-педагогическом вузе. Во многом это удалось благодаря усилиям главы региона, который как член Бюро высшего совета партии отстаивает позиции в Самарской области. Кроме того, региональное правительство обеспечивает софинансирование строительства. «Лада Икс Рей» доказал все. Обычный серийный автомобиль «АвтоВАЗа» прошел испытания с севером и сегодня вернулся благополучно в Тольятти. На заводе его встречала наша съемочная группа. «Лада Икс Рей» или «Туда и обратно». Оранжевый вазовский хоббит вернулся из пробега до поселка Варандей. Это практически крайний север, практически настоящая Арктика. Обратно вернулся, как ни странно, не на Орлах, но с Орлами. Экспедиция «Лада Икс Рей» в Арктику – один из самых амбициозных проектов «АвтоВАЗа» в новейшей истории завода. 6 тысяч километров северные дороги и климат запросто выведут из строя любую технику. Разумеется, «Икс Рей» шел не один, а в сопровождении двух вазовских внедорожников, бывалых искателей приключений из команды «Дикари». Но «Икс Рей» вернулся без потерь. Он выдержал все. По зимнику от Наринмара мы останавливались на рассвете снимать фото и видео. Где-то порядка часа мы проторчали во время съемки. И потом догоняли ребят. Догоняли очень быстро, интенсивно. Несколько раз мы на нем подпрыгивали, отрываясь всеми четырьмя колесами. Очень хорошо подпрыгивали. Он абсолютно ровный, целый приехал. Не погнулся. Все двери открываются, закрываются. Это очень хороший результат. Я на некоторых внедорожниках проделал такие же фокусы, и они после этого становились немножко кривыми. В удаленных от центра регионах, в которых свои весьма специфические и жесткие требования к автомобилям, вазовская новинка вызвала огромный интерес. Отношение к автомобилю, когда мы привезли Ненецкий автономный округ, у нас был и губернатор, Игорь Кошин катался и катались. Мы просто делали два дня тест-драйва. Люди в диком восторге. Полярная экспедиция доказала, что «Лада Икс Рей» – достойный автомобиль. Экспедиция показала даже скептикам. У этой машины есть будущее. Обычно говорят, стартовать и финишировать с дождем – это хороший знак. Сегодня, похоже, у нас просто очень хороший знак. Ребята приехали из отличной экспедиции. Мы получили, в общем-то, те результаты, на которые рассчитывали. Колоссальный интерес к автомобилю «Икс Рей» по всему маршруту следования. На этом подвиги дикарей не закончатся. Они планируют отправиться на знаменитый перевал Дятлова, на Горный Алтай и даже хотят посетить Оймекон и Тикси в самые холодные месяцы. Так что на долю «Лады Икс Рей» выпадут новые приключения. Андрей Трой, Максим Гусев, События. Острые вопросы и горячие темы. Встреча главы Самары с жителями продлилась два с половиной часа. Те, кто не успел задать вопрос лично мэру, смогли сделать это в письменной форме. Все обращения гражданам будут отрабатывать в самые короткие сроки. Это уже третья встреча с жителями в этом году и не последняя. Репортаж Марины Матвейшиной. Как дела у Буревестника? Судьба бывшего стадиона для жителей Ленинского района – непраздный вопрос. Пейзаж не жизнерадостный, а в темное время суток даже пугающий. Животрепещущая тема поднимается на встречу мэра с жителями Ленинского района. «Три старого дома, блошиный рынок, то ли кафе, то ли какие-то магазины». «И свалка». «Да, и свалка лунная. Вот у меня ребенок ежедневно два раза в день ходит на локомотив заниматься спортом. Я не в состоянии его даже одного отпустить по этой дороге, потому что правда страшно. Что-то, какие-то меры предпринимают». Этому вопросу уже много лет, отвечает глава города Олег Фурсов. Самое быстрое, что можно сделать для жителей сейчас – это вместе с полицией убрать с тротуара блошиный рынок. Такое поручение он дает своим подчиненным. Что касается территории самого стадиона, в мэрии прорабатывают сразу несколько вариантов. «Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы там был физкультурно-оздоровительный комплекс. Но по существующим нормативам на эту маленькую площадку ФОК мы посадить не можем. Поэтому, я думаю, мы решение какое-то найдем и с застройщиком, и с теми, кто готов финансировать эту работу. Мы проводили социологический опрос. Большинство жителей высказалось за то, чтобы выкупить эту землю. Но минимальная цена, о которой говорит собственник – это 600 миллионов рублей. У нас этих денег сейчас нет. Поэтому будем искать какие-то компромиссы. Но я полностью разделяю ваше недовольство той территории, которой сейчас там имеет место быть». Жители Шанхая на Молодогвардейской поднимают вопрос благоустройства улицы. Дорога, газоны нарекания не вызывают, в отличие от тротуара. «С благоустройством улицы вопрос уже почти решенный», – говорит Олег Фурсов. «В этом году должен начаться ремонт цирка и дворца спорта на деньги инвесторов». «В рамках реконструкции этих объектов будет полностью выполнен ремонт улицы Молодогвардейской с прилегающей территорией. И тротуары, и малые формы там будут, и деревья. Вы видели, какие красивые проекты, они уже согласованы все. Вопрос в начале работ. Мы обязательно об этом вам расскажем». Еще одна тема – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. По словам Олега Фурсова, существующая сегодня программа переселения не покрывает текущей потребности горожан. В Ленинском районе 128 подлежащих сносу аварийных домов. Еще 27 необходимо немедленно реконструировать. При этом за прошедший период была переселена всего 51 семья. «Программа, по которой мы сейчас работаем, она разрабатывалась достаточно давно. И те люди, которые имели к разработке этой программы отношения, очень формально отнеслись к своим обязанностям. Сейчас формируется новая программа федеральная, и мы, конечно, делаем все для того, чтобы взять каждый дом на учет». До конца года порядка 800 жителей будут переселены из ветхого и аварийного жилья. Из них 302 – из домов Ленинского района. Городские власти рассматривают возможность создания муниципального предприятия, которое будет заниматься строительством жилья для переселения. Эта мера позволит городу приобретать жилье по государственной цене и ускорить процесс переселения. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События. Высокие заборы не нужны. Полицейские раскрыли секрет, как обезопасить себя от домушников. Весной и летом по статистике число квартирных краш резко возрастает. При этом в особой зоне риска – частные дома. Превратить их в по-настоящему неприступные для злоумышленников крепости поможет одна небольшая хитрость. Какая именно? Павел Баймаков узнал на учениях вне медовственной охраны. И лает, и кусает, а в дом все же пустил. Полностью надеяться на четвероногого друга и якобы крепкий замок не стоит. Как говорят домушники, профессионал взломает все. Так, по легенде, учение произошло и в поселке Стройкерамика. Со спокойной душой хозяева уходят из дома. Пока их не было, в гости наведался воришка. Считанные секунды и замок открыт. Так, по словам полицейских, происходит в большинстве случаев. На то, чтобы обчистить квартиру, грабителю хватит нескольких минут. Но преступник не учел одного. В данном случае дом под наблюдением отдела вневедомственной охраны. Срабатывает сигнализация. 94, свободно. Примите тревогу. Как принял? Убил он тебя. Ближайшая группа задержания в составе трех человек выезжает. Чтобы успеть задержать преступника, у полицейских есть несколько минут. Силовики обследуют периметр здания, а грабитель с чувством выполненного долга как раз собирается выходить. Несколько секунд и злоумышленник обезврежен только с начала этого года бойцы отделов вневедомственной охраны задержали почти 500 преступников, в их числе и квартирные воры. По данным полиции, пик квартирных краж приходится на весенне-летние сезоны. Силовики глядят в оба. Учения проводятся у нас еженедельно для того, чтобы повышать науки. Экипажи групп задержания отрабатывалась тактика подъездов, скрытых изучения, специфику домов, квартир, которые охраняем. Всего под охраной УВО в Самарской области более 23 тысяч объектов. Владельцам недвижимости полицейские советуют быть бдительнее и не пренебрегать защитой жилища, а по возможности установить сигнализацию. Но все же, если вы видите, как в ваш дом или к соседям лезет неизвестный, вызовите полицию 02 со стационарного, 02 с мобильного. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Таких берут в капитаны. Жительница Самары получила ответ из Организации Объединенных Наций. И это не первоапрельская шутка. Светлана Медведева обратилась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин с жалобой на то, что ее не взяли на работу по профессии. Она окончила Самарский речной техникум по специальности техник-судоводитель, то бишь капитан. Но на пассажирском предприятии ей отказали в трудоустройстве в связи с тем, что работа эта якобы вредная для женщин. Светлана Медведева пошла в суд, но безуспешно. Еще в 2013 году она подала жалобу в Комитет ООН, где приняли ее сторону. В Самарском речном пассажирском предприятии эту ситуацию пока никак не комментируют, ссылаясь на российское законодательство, которое теперь, видимо, будет поправлено. Рекомендации ООН правительства России предписывают внести изменения в закон о неженских профессиях. Первая и основная цель моя была, не то, чтобы пересмотрели полностью постановление, моя цель была в том, что мне бы разрешили работать на флоте. В принципе, я так и писала, разрешите мне. Ну, если так правительство было не согласно, значит, может быть, вот через комитет у меня получится разрешение работать на флоте. Обидно, жалко, потому что я 4 года отучилась, да, и просто коту под хвост. Конечно, а сейчас вот с появлением интернета прям я написала, через два дня люди появились, рассказали и помогли. У вас вся спина белая, а у вас шнурки и развязались. А вот теперь поговорим немного о первом апреле, а точнее, откуда взялся этот всемирный праздник. Вперед он начал, оказывается, еще с 16 века. Один сломандский дворянин разыграл так своих слуг, дав им шуточное поручение. В России же первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатые ходили по улицам и приглашали всех прийти на неслыханное представление. От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся за нос, все увидели на подмостках полотнище с надписью «1 апрель, никому не верь». А вот как разыгрывать друг друга самарцы сегодня, мы провели Блиц-опрос. Пришел домой, увидел, там где-то ямку копает. Ну, зашел домой, звоню знакомой, говорит, Таня, короче, во дворе раскопали яму, «Сейчас отключат холодную воду, срочно набирай». «Да», я говорю, «да». Ну и отключил телефон. Ну, проходит там где-то с полчаса, или там час прошло. «Ну, ты что-то воды набрала?» Она, да, ванну набрала, кастрюли все, фляги, баклажки, все. Говорит, холодную набрала, она набрала, говорит, теперь набирай горячую. Да, разыгрывали меня. Позвонил муж, сказал, что сломал ногу. Было такое, я никого никогда. На работе, как обычно, там что-нибудь обматывают вещи, какой-нибудь пленкой, потом долго открывать надо было, всякие там пищалки подкладывают под стул. Я, так как пятиборьем занимался, плавание, плавали каждый день, вот, поэтому бывало, что могли немного испортить плавки на пятой точке, это немножко расползалось. Вот, было, в общем-то, очень всем весело, кому-то нет. Но, как видите, самарцы в основном демонстрируют черный юмор, главное, реагируют на него позитивно. А теперь, коротко о других темах дня. Возле стадиона для Мундиаля в Самаре появятся пешеходные зоны и шумопоглощающие экраны на разработку проекта. Его должны подготовить до конца года, из областного бюджета направят 13 миллионов рублей. Пешеходные зоны оборудуют навигационной информационной системой, малыми архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением. Госфинконтроль отчитался о работе за 15-й год. Объем выявленных финансовых нарушений и подтвержденных бюджетных рисков составил более 7 миллиардов рублей. Служба выдала 22 предписания, они касались сферы закупок. В итоге объем штрафов, поступивших в консолидированный бюджет Самарской области, составил более 6 миллионов. 23 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. С 1 апреля пенсии в Самарской области повышены на 4%. Средний размер социальной пенсии составит 8600 рублей. Средний размер пособия детям-инвалидам почти 13 тысяч. Повышение касается как работающих пенсионеров, так и неработающих. При этом минимальный уровень обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума по региону. Самарский академический театр оперы и балета откроет третий всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Первый балет – «Дама пик» на музыку Чайковского. Театральные сезоны пройдут с 24 по 30 апреля. В фестивале представлено оперное балетное драматическое искусство и искусство театра «Кукол». Афишу составили интересные спектакли театров Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Вологда, Рязани. Спектакли будут проходить на нескольких площадках в помещении Академического театра оперы и балета, Академического театра драмы имени Горького, Тюза, Самарт в доме актера. Погода в Самаре на выходные испортится. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье днем столбики термометра в городе поднимутся до плюс 6-7 градусов. Ночью до плюс 3. Несмотря на положительные температуры, погода будет пасмурной. Метеорологи обещают дожди каждый день. Школьники как звезды. Самарские власти и педагоги обсуждают, как модернизировать систему работы с одаренными детьми, чтобы те смогли пройти уникальное обучение в сочинском образовательном центре «Сириус». Туда ведется строжайший отбор детей со всей страны. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. В расписании уроков только математика и физика. С 1 сентября в лагере «Золотая рыбка» начнут работать профильные смены для школьников-победителей Олимпиад. Во время учебного года ребята смогут проходить 18-дневный курс интенсив. Об этом говорят руководители образовательных учреждений на встрече с мэром. Этот опыт взят на вооружение после поездки в Сочи в уникальный центр «Сириус». Отобранные «Сириусом» дети приезжают на него на 24 дня и совершенно бесплатно учатся, проживают, питаются, развлекаются. Но самое важное, кто их учит. Это именитые высококлассные специалисты. В «Сириусе» не только совершенствуют знания по математике и физике. Есть спортивные дисциплины и искусствоведческие. Центр работает только год, и за это время обучения в нем прошли почти 5000 детей. 44 из них из Самары. В планах это число увеличить. Поездка в центр «Сириус» для ребят могла бы стать вдохновляющей. Отбор в «Сириус» очень строгий. Центр образовательных детей «Сириус» пользуется только выложенными в открытом доступе результатами. Их невозможно подделать, о них невозможно, так сказать, самопрезентоваться. Это только результаты олимпиад, это только топы, которые существуют между различными школами, различной направленностью. Поддержка одаренных детей в городе развита. Ежегодно самым талантливым вручают денежные премии. Кроме того, развитие образования – одно из приоритетных направлений работы властей. Большая работа проводится по ремонту школ. Вы знаете, что с приходом губернатора Николая Меркушкина мы получили второе дыхание по ремонту детских садов, по созданию спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов. Это в целом должно оздоровить обстановку в городе и создать стимулы для развития ребят. Для педагогов тоже есть стимулы к повышению профессионализма. Как результат, самарский преподаватель Сергей Кочерешко стал лучшим во всероссийском конкурсе «Учитель года-2015». Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, События. Центр здоровья при 4-й городской больнице празднует новоселье. Теперь своих пациентов медики принимают в новом здании. Определить уровень глюкозы и холестерина, проверить состояние сердца и сосудов, проконсультироваться с терапевтом. Сюда приходят вне зависимости от самочувствия для профилактики. Своё здоровье проверила и Алина Чемерес. Проверить работу сердца, объём лёгких, измерить рост и вес. Последний раз в Центре здоровья Антон Артемьев был полгода назад. Рассказывает, однажды ощутил, что из-за сидячей работы самочувствие стало хуже. Решил обследоваться. Оказалось, у мужчины лишний вес и повышенный уровень холестерина. Сегодня Антон к здоровью относится внимательнее. Когда на лицо видишь результаты обследования, то становится немножко страшновато своё здоровье. И я сбросил вес 7 килограммов за полгода. Бросил вредную привычку. Центр здоровья, как структурное подразделение 4-й городской больницы, работает уже 7 лет. С этого года пациентов принимают в новом здании. Ежегодно здесь проходят обследования до 14 тысяч человек. Главная задача медиков – вовремя выявить у пациента предрасположенность к болезни. Сейчас будет хлопок, не пугайтесь. Так проверяют глазное давление. Если оно высокое, значит у пациента глоукома. Болезнь не имеет симптомов и потому ведёт к слепоте. Врачи рекомендуют регулярно проверять глазное давление. При этом есть шанс спасти зрение. Как сказал врач мне, у меня всё в порядке. Глоукома нет. В ближайшее время точно не ослепну. Пройти обследование в Центре здоровья жители могут раз в год по полису обязательного медицинского страхования. Услуги медиков бесплатны. У нас работают специалисты высокой квалификации, проученные, получившие какие-то квалификационные обучения, специальные обучения. И я думаю, что мы создали, отремонтировав вот это здание, создали комфортные условия для работы не только сотрудников, но и пациентов. В Центре здоровья при 4-й городской больнице пациентов принимают вне зависимости от места жительства. Тем, кому удобнее прийти в свою поликлинику, врачи рекомендуют проходить медосмотр ежегодно. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Сегодня в Самаре официально стартует месячник по благоустройству. Задача навести порядок после зимних холодов. Город справился с вывозом снега. Теперь время привезти улицы, площади, парки и дворы в идеальное состояние, чтобы встретить Пасху, Первомай и День Победы. Фактически к уборке уже приступили. 18 машин уже пылесосят дороги. На уборку выходит 700 единиц техники. Муниципальные службы готовы провести все работы, но субботник, как известно, дело всенародное. Городские власти призывают каждого жителя выйти на тропу благоустройства. При этом весь необходимый инвентарь готовы предоставить. Эта весной на уборку рассчитывают вдохновить порядка 150 тысяч человек. Все службы, в принципе, готовы даже к завтрашнему дню. Весь инвентарь необходимый уже в наличии. В всех муниципальных и государственных службах, служащих, у нас есть опыт взаимодействия прошлого года. Мы их обеспечиваем инвентарем, мы их обеспечиваем перчатками по необходимости, мешками для сбора мусора. Ну и, соответственно, вывоз мусора на полигон осуществляем тоже муниципалитет. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Чемпионат дружбы народов по мини-футболу прошел в Самаре. Баскетбольная Самара готовится к матчам плей-офф Суперлиги. Баскетбольная Самара готовится к плей-офф Суперлиги. Первый соперник – клуб Рязань. Первый круг соревнований пройдет до трех побед одной из команд. Самара начнет серию в гостях 4 и 5 апреля. Восьмого и девятого матчи состоятся на родном паркете. А если полуфиналист не определится в Самаре, то решающая игра пройдет в Рязани в день космонавтики. Самара в регулярном чемпионате заняла пятое место, соперник – четвертое. У нас последний шанс, чтобы в этом сезоне пройти и занять достойное место. Хотя, конечно, в этом году больше борьбы, чем в том году. И то, что у нас ушло три ведущих игрока, это, конечно, заметную роль сказалось на построении команды. Каждый год устроить заново команду – это очень сложно. Больше 20 команд разных национальностей сошлись на турнире «Дружба народов». Киргизы, туркмены, башкиры, татары, азербайджанцы, казахи. Список неполный, но по размаху соревнования уже претендует на мини-чемпионат мира. Кроме того, на областное первенство по мини-футболу свои команды выставили сотрудники прокуратуры, полиции и службы миграционного контроля. Традиционные участники и студенты-иностранцы. В такой многонациональный футбол в Самаре играют уже шестой год. Никаких различий нет между игроками. Все, как всегда, играют. Спорт объединяет всех. Все говорят на одном языке на поле. Поэтому нет каких-то проблем в этом плане. В финал соревнований вышли сильнейшие. Бронза досталась азербайджанской команде «Лассо». Второе место у «ФМС». Татарская «Дель» выиграла турнир «Дружбы народов» в третий раз. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хороших вам выходных. Удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова